И когда мама хотела залепить мне оплеуху, я всегда поднимал руки вверх, чтобы поставить блок. Эвандер Холлифилд Легендарный боксёр, четырёхкратный чемпион мира в супертяжёлом весе, который введён в международный зал боксёрской славы. В биографии Холлифилда много ярких и незабываемых боёв, за которые он заработал неимоверные суммы. Но от тех денег не осталось и следа. Как так получилось, что один из самых высокооплачиваемых боксёров оказался на грани банкротства? Мы расскажем вам в этом видео, которое сделали по просьбам наших подписчиков. Эвандер Холлифилд. Как легенда бокса потерял свои миллионы? Эвандер Холлифилд родился 19 октября 1962 года в Этморе, штат Алабама, в многодетной семье Энни Лауры Холлифилд. Эвандер, самый младший из девяти детей, был намного моложе своих братьев и сестёр и родился от другого отца, которого в детстве не знал. Мать будущего чемпиона была религиозной женщиной и воспитывала детей в строгости и дисциплине. Когда мальчику исполнилось 4 года, он со своей семьёй переехал в Атланту, штат Джорджия, откуда родом была Энни Лаура. Там они жили вместе с бабушкой, которая помогала матери с воспитанием детей. В Атланте Холлифилд пошёл в школу и отличался в те годы мягким и спокойным характером. При этом энергии в нём было предостаточно. Мальчишка проводил много времени во дворе, гоняя в мяч с соседскими ребятами, один из которых рассказал Эвандеру о детском клубе, где он занимается спортом. Будущий боксёр загорелся желанием, но возможности оплатить учёбу у многодетной семьи не было. Эту мечту осуществила госпожа Хоукинс, которая работала вместе с мужем в том детском клубе. Женщина оплатила годовой абонемент, за что Холлифилд до сих пор ей благодарен. Так, с 8 лет мальчик начал заниматься спортом, и первое, чему он себя посвятил, был футбол, где проявил отличные способности. Но, несмотря на это, Эвандера всё же интересовал бокс. Он несколько недель бегал за тренером Картером Морганом, который отказывался тренировать Холлифилда, весившего на тот момент едва ли 30 килограммов. Тем не менее, настойчивость будущего чемпиона убедила тренера, и под его руководством Эвандер не знал поражений на протяжении трёх лет. В 11-летнем возрасте юный боксёр впервые проиграл, после чего решил бросить бокс. Но мать Холлифилда, которая изначально не одобряла увлечения сына, но ещё сильнее не терпела слабостей, настояла, чтобы он продолжал заниматься. Вообще, до 18 лет Эвандер очень боялся боли и считался маменькиным сынком. Тем не менее, благодаря ей боксёр с детства научился достигать поставленных целей и не искать себе оправданий. Когда Холлифилду исполнилось 16 лет, умер его тренер. Это стало ударом для парня. Он даже думал завязать с боксом, но нашёл в себе силы и продолжил тренировки с сыном Картера Тэдом. В 80-м году, увидев трансляцию Олимпийских игр, боксёр загорелся желанием принять в них участие. Поэтому после окончания средней школы он усиленно тренировался, а также, чтобы обеспечивать себя, трудился на двух работах – спасателем и заправчиком самолётов. Целеустремлённость Эвандера дала свои плоды. И в 83-м году он занял третье место на национальном чемпионате США и второе в панамериканских играх. 84-й год стал одним из самых важных в жизни боксёра, так как Эвандер выиграл турнир «Золотые перчатки» в Сент-Луисе, где познакомился с Майком Тайсоном, выступавшим в другой весовой категории, а также осуществил свою мечту, приняв участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и став на них бронзовым призёром. Стоит отметить, что у Холифилда были все шансы на победу, но в полуфинале его дисквалифицировали из-за удара после гонга. Сразу же после игр боксёр завершил любительскую карьеру, одержав 159 побед и 20 поражений и перешёл в профессиональный бокс. В личной жизни Эвандера также произошли счастливые события. Мать Холифилда решилась познакомить парня с его родным отцом. Изначально молодой человек был против, но после знакомства у них сложились прекрасные отношения, которые они поддерживали до самой смерти родителя. Интересно, что в том году в жизни спортсмена появился не только отец, но и сын. Эвандер-младший, которого ему родила возлюбленная Палет Боуэн. Уже в следующем году пара узаконила отношения, а через некоторое время в семье родилось ещё трое детей. Тем временем спортивная карьера Холифилда успешно развивалась. На профессиональном ринге боксёр дебютировал при поддержке своих тренеров. Отца и сына Лу и Дэна Дува в ноябре 1984 года в полутяжёлом весе с победы над Лионелем Бюармом. Гонорар Эвандера за этот бой составил 55 тысяч долларов. На протяжении следующих двух лет Холифилд с лёгкостью побеждал одного боксёра за другим, и к моменту встречи с чемпионом Дуайтом Кави за его плечами было 11 побед. Бой против Кави в 1986 году был зрелищным и самым сложным в карьере Эвандера. После 15 изнурительных раундов по решению судей победу одержал Холифилд, завоевав титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA. Рассерженный Дуайд Кави даже не явился на послематчевую пресс-конференцию, а сам Холифилд отправился в больницу из-за сильнейшего обезвоживания. В том поединке он потерял 7 килограммов веса. Гонорар Эвандера за бой составил 100 тысяч долларов. Издание «Ринг» назвало этот поединок лучшим боем первого тяжёлого веса 80-х и поставило его на 46-е место в списке величайших титульных боёв всех времён. Уже в следующем году боксёру предстояла защита титула против товарища по олимпийской сборной Генри Тилмана. Эвандер безжалостно победил в поединке, а спустя 5 месяцев стал шафером на свадьбе Тилмана. Парни таким образом доказали, что соперничество остаётся на ринге, а за его пределами они настоящие друзья. От своих товарищей по олимпийской сборной боксёр получил прозвище «The Real Deal», что означает «реально крутой», которая закрепилась за ним на долгие годы. Затем Холлифилд встретился на ринге с Рикки Парки и в том поединке не только защитил свой титул, но и завоевал второй по версии IBF. Эвандер без труда победил и следующего соперника – Осси Акасио, а также вышел на реванш с Дуайтом Кави, которого нокаутировал в четвёртом раунде. Примечательно, что Кави тогда впервые оказался на полу за всю свою карьеру. В 1988 году «реально крутой» вышел на ринг против чемпиона WBC Карлоса де Леона, который владел этим титулом 8 лет. Тем не менее, в том бою победу одержал Холлифилд, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе. После победы над Де Леоном Эвандер объявил о переходе в супертяжёлый вес. Боксёр начал усиленно тренироваться и набирать массу, а любители бокса в предвкушении ждали его встречи с Железным Майком. Спустя несколько месяцев Холлифилд успешно дебютировал в новом весе, одержав победу над Джеймсом Тиллисом и Пикланом Томасом, и в обоих случаях бой завершился досрочно. В 1989 году состоялся бой Эвандера за титул континентального чемпиона Америки по версии WBC против Майкла Доукса, который настолько был уверен в своей победе, что даже поставил на самого себя 100 тысяч долларов. Но не тут-то было. Холлифилд победил его техническим нокаутом. Этот поединок получил статус «Бой года», а также «Бой десятилетия в супертяжёлом весе». Титул чемпиона Америки боксёр защитил трижды, победив Адилсона Родригеса, Алекса Стюарда и Симуса Макдонофа. В 1990 году планировался супербой – Майк Тайсон против Эвандера Холлифилда. Однако Тайсон неожиданно проиграл Джеймсу Дугласу и потерял титул абсолютного чемпиона мира. Поэтому соперником Холлифилда стал Дуглас. Эвандер уверенно лидировал в первых двух раундах, а в третьем и вовсе отправил соперника в нокаут, став абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе. За поединок новоиспечённый чемпион получил 8 миллионов долларов, а проигравший Дуглас – 24, что на тот момент являлось самым большим гонораром в истории бокса. В то же время в личной жизни боксёра не было всё так гладко. За несколько недель до боя жена Холлифилда подала на развод. После шести лет совместной жизни. Причиной стали постоянные измены Эвандера, который, хотя и позиционировал себя как набожный христианин, верным супругом не был. Свою первую защиту в тяжёлом весе 28-летний чемпион провёл в 1991 году против 42-летнего Джорджа Фурмана, которого предсказуемо победил. Но всё же публику интересовало противостояние реально крутого и железного майка. Но запланированный бой опять не состоялся из-за того, что Тайсон повредил ребро. Вместо него следующими соперниками Холлифилда стали Берт Купер и Ларри Холмс, над которыми он одержал победу. В ноябре 1992 года состоялся зрелищный поединок Эвендера Холлифилда против Риддика Боу, названный «Боем года» по версии журнала «Ринг». К тому моменту оба боксёра не знали поражений. Но фаворитом считали Холлифилда, который не сумел оправдать ожиданий и впервые потерпел поражение, тем самым потеряв свои титулы. Разочарованный Эвендер тогда объявил, что уходит из бокса. Но в январе 1993 года изменил своё решение и стал выступать под руководством нового тренера, легендарного Эммануэля Стюарда. В 1993 году после победы над Ариксом Стюартом Холлифилд вышел на реванш против Риддика Боу, который к тому моменту уже лишился одного из трёх титулов – WBC – за отказ встретиться с Леноксом Льюисом. Поединок был жестоким и запомнился необычным происшествием. В седьмом раунде возле ринга приземлился парашютист, из-за чего бой приостановили на 21 минуту. Разъярённые зрители едва не убили бедолагу. Уладив ситуацию, бой продолжили, и победу в нём одержал Холлифилд, вернув себе два титула чемпиона. Его гонорар за этот поединок составил 9 миллионов долларов. После боя Холлифилд прекратил работу с Эммануэлем Стюардом и начал выступать под руководством Дона Тёрнера, причём начал неудачно с поражения Майклу Муреру. Мало того, после поединка Эвендер был госпитализирован с обезвоживанием, повреждением плечевого сустава и ушибом почки. К тому же лёгкие были заполнены жидкостью и обнаружились проблемы с сердцем. По некоторым данным, боксёр перенёс сердечный приступ прямо на ринге. Тогда, по настоятельным рекомендациям врачей, Холлифилд завершил свою карьеру. По мнению председателя Медицинского совета атлетической комиссии штата Невада, состояние боксёра было вызвано употреблением гормона роста, а сам Холлифилд позднее заявил, что ему был поставлен неверный диагноз из-за закачанного в его тело морфия. Как бы то ни было, вскоре спортсмен исцелился, благодаря, по его мнению, телепроповеднику Бенни Хинну, и вернулся на ринг. Первый бой после возвращения стал победоносным для Эвендера. В восьмом раунде он нокаутировал Рея Мерсера, а вот следующий очередной поединок против Фридика Боу принёс ему поражение, причём первое досрочное в его карьере. Позже Холлифилд утверждал, что перед боем он заразился гепатитом, а уже в 1996 году Холлифилд одержал победу над Бобби Чезом. Вообще, 1996 год для Эвендера был наполнен и грустными, и радостными событиями. Сначала в автокатастрофе погибла мать Холлифилда Энни Лаура, а затем он во второй раз женился. Его супругой стала доктор Дженис Итсон, которая спустя два года родила ему сына. В том же году Эвендеру выпала честь нести олимпийский огонь на открытии Игр в Атланте, городе, где он вырос. А любители бокса, наконец, дождались противостояния звёзд ринга – Холлифилда и Тайсона, который на тот момент считался фаворитом. Бой состоялся в ноябре 1996 года. Железный Майк начал поединок активно, но Эвендер не только выдерживал удары, но и сумел техническим нокаутом стать победителем, чем шокировал зрителей. По версии журнала «Ринг» это противостояние было названо «боем года». Гонорар Холлифилда составил 12 миллионов долларов, в то время как Тайсон получил 30. Публика не могла смириться с исходом поединка и требовала реванша. Опять-таки считает Тайсона фаворитом. В июне 1997 года состоялся второй бой между тяжеловесами, который был назван «Шум и ярость» и стал самым дорогим поединком на тот момент. С первого раунда оба боксера вели себя агрессивно, а в третьем Тайсон даже умудрился откусить ухо Холлифилду, за что был оштрафован. Однако Майка это не остановило, и он укусил соперника уже за другое ухо, после чего был дисквалифицирован, а победа засчитана Холлифилду. Знаменитый укус стал событием года по версии журнала «Ринг». За этот кровавый бой Эвендер заработал 35 миллионов долларов и титул чемпиона мира по версии WBA. А вот Майка за его поступок оштрафовали на 3 миллиона долларов. В том же году Холлифилд встретился с Майклом Муррером, над которым одержал победу и стал чемпионом еще и по версии IBF. Свои два титула Эвендер защитил в бою против Вон Бина, и для полного счастья ему оставалось завоевать третий, принадлежавший тогда Леноксу Льюису. Боксеры скрестили перчатки в марте 99-го года, и результатом поединка стала ничья. Стоит сказать, что это решение стало одним из самых скандальных в истории бокса. Ведь многие считали, что Холлифилд проиграл бой. За этот поединок Эвендер заработал 20 миллионов долларов, а Ленокс – 10. Реванш между тяжеловесами прошел в том же году, и не в пользу Эвендера, который проиграл его единогласным решением судей. В этот раз боксеры получили равные гонорары. По 15 миллионов долларов. В личной жизни также все было нерадостно. Эвендер развелся со второй супругой после 4 лет совместной жизни. В начале 2000-х Холлифилд провел три боя против Джона Руиса. В первом он одержал довольно спорную победу. Второй поединок выиграл Руис. А в третьем была объявлена ничья, несмотря на то, что Эвендер смотрелся гораздо лучше своего оппонента. Уже тогда начали поговаривать, что боксер сдает свои позиции, и его карьера близится к завершению. В 2002 году Эвендер одержал победу над экс-чемпионом Хасимом Рахманом, но после нее последовал ряд поражений в поединках против Криса Берда, Джеймса Тони и Ларри Дональда. Но в личной жизни 40-летнего Холлифилда тогда произошли изменения. Боксер женился на 24-летней Кэнди Калвана Сми, и в этом браке у супругов появилось двое детей. В 2006 году после нескольких лет тишины Эвендер вернулся на ринг и во втором раунде нокаутировал Джереми Бейтса. Затем последовали победы над Фрессом Акэндо, Винни Маддаллоне и Луса Вареза. В 2007 году у боксера появилась возможность завоевать чемпионский титул в поединке против Султана Ибрагимова. Но в том бою Холлифилд потерпел поражение. Тем не менее, его гонорар составил 1,8 миллиона долларов. В следующем году Эвендер встретился с другим чемпионом, Николаем Валуевым, и вновь проиграл. Только в этот раз публика была не согласна и освистывала решения судей. Однако пересматривать результаты никто не стал. Гонорар за этот бой был значительно ниже предыдущего и составил 750 тысяч долларов. В 2010 году боксер все же завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBF, одержав победу техническим нокаутом над Франсуа Боттой. После этого состоялся бой с Шерманом Уильямсом, который был признан несостоявшимся из-за рассечения Холлифилда от столкновения головами. В 2011 году Эвендер вышел на ринг против Брайана Нильсона и, одержав над ним победу, объявил о завершении своей карьеры с такими показателями 44 победы, 10 поражений и 2 ничьи. Спустя несколько лет Холлифилд будет введен в международный зал боксерской славы. Тем временем, внимание публики было сосредоточено на личной жизни спортсмена. В 2012 году Холлифилд скандально развелся с третьей супругой. Причиной стало насилие со стороны Эвендера, которому по решению суда было запрещено приближаться к Хэнди. Помимо трех браков в жизни боксера было множество случайных связей и непродолжительных отношений, в результате чего любвеобильный Эвендер является отцом 11 детей, один из которых, Эван Холлифилд, пошел по стопам отца и стал профессиональным боксером. Неудивительно, что отличный спортсмен с насыщенной личной жизнью стал медийной личностью. Эвендер снялся в нескольких фильмах, среди которых «Безумный Джек», «Необходимая жестокость», «Кровавое лето Сэма», «Самый смешной комик», «Забойный реванш» и другие. А еще боксер принимал участие в шоу «Танцы со звездами». Холлифилда можно увидеть и в рекламных роликах. В свое время он продвигал сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», а также рекламировал пиво «Миллер Лайт». На протяжении 10 лет легенда бокса представлял компанию «Кока-Кола», зарабатывая на ней 2 миллиона долларов ежегодно. А несколько лет назад он появился в рекламе компании «Вера Моторс» и снялся в социальном ролике для автомобилистов, выступая против агрессии на дороге. Но все же самой яркой стала реклама спортивной одежды и обуви «Футлокер», в которой он снялся вместе с Тайсоном, вернувшим ему в этом ролике откушенное ухо. Большое количество коммерческих предложений и огромные гонорары за бои все же не обеспечили Эвендеру безбедную старость. Только за свою профессиональную карьеру Холлифилд заработал около 230-270 миллионов долларов. А по итогу на 2021 год его состояние составляет всего 1 миллион долларов. По воспоминаниям боксера, проблемы с учетом денег начались еще в 90-х, после смерти матери, занимавшей должность его бухгалтера. Самостоятельно Холлифилд не сумел грамотно вложить деньги и не единожды его бизнес прогорал. Эвендер родился в бедной семье и заработав первые миллионы, он бездумно тратил деньги, чтобы восполнить недополученные удовольствия. В детстве Холлифилд теснился с братьями в маленькой комнатушке, поэтому строительство огромного дома площадью более 5000 квадратных метров вполне объяснимо. Этот особняк Эвендер построил в 1994 году, и за все время проживания на него было потрачено более 50 миллионов долларов, один миллион из которых боксер тратил ежегодно только на его обслуживание. Дом выполнен в классическом стиле и включает в себя 109 комнат, банкетный зал на 100 человек, боулинг, тренажерный зал, бассейн и другие удобства. Снаружи дом окружен прекрасной природой, а на его территории расположен еще один огромный открытый бассейн и фонтан. Интересно, что особняк находится в Атланте, на улице, названной в честь Холлифилда. Кроме того, в родном городе легендарному боксеру установили прижизненный памятник. В гараже спортсмена были замечены такие транспортные средства, как автомобиль Хамви стоимостью 220 тысяч долларов, мотоцикл Дукати стоимостью 15 тысяч долларов, автомобиль Бентли Континенталь Ти 97 года за 325 тысяч долларов и концепт-кар Бьюик Ривьера. К сожалению, роскошной жизни пришел конец. Несколько разводов, большое количество детей и необдуманные траты не только разорили спортсмена, но и вогнали его в долги. Холлифилд только на алименты ежегодно тратил порядка 500 тысяч долларов и в 2008 году был уже не в состоянии справляться с расходами. К тому же у него появились долги перед налоговой и банками. По этой причине особняк боксера был конфискован в счет уплаты долгов, а затем продан на аукционе за 7,5 миллионов долларов. После этого легенде бокса пришлось переехать в скромную трехкомнатную квартиру. Однако конфискация дома не покрыла всех долгов, и боксер был вынужден продавать личные вещи на аукционах, среди которых олимпийская медаль, 20 пар боевых перчаток, чемпионские кольца, пояса, 25 спортивных костюмов и шорт, а также коллекция наручных часов. Но и этого было недостаточно. В СМИ даже появилась информация о том, что Холифилду грозит лишение свободы в случае неуплаты алиментов, но он ее опровергал. Сейчас финансовое положение Эвендера наладилось. В сентябре 2021 года он вышел на ринг против Виттора Белфорта. Несмотря на то, что бой был выставочный, а сам Холифилд отправлен в нокаут в первом же раунде, легенда бокса сумел заработать более 5 миллионов долларов. Поклонники Эвендера надеются, что этого гонорара ему хватит на безбедную старость и кумиру больше не придется терпеть унизительные поражения ради денег. А как думаете вы? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok